Продолжение следует... Мы изучаем вторую часть языка Python, то есть темы, которые требуют усиленного внимания. И в частности, сегодня мы с вами начинаем изучать вложенные списки, раздел 4.3, часть 2. Прежде всего, хочется повторить несколько моментов по теории. Они у вас изложены вот здесь, в начале изучения темы. На платформе степика «Курс поколения питом для продвинутых». С чего хочется начать? Здесь подробно описано, как создаются вложенные списки, как регулируется их длина, как выставляются нулевые списки, указываются на ошибки. Частая ошибка при создании списков – это создание списка из копии одного списка. То есть здесь все ошибки у вас основные, указаны. Я думаю, читать мы все умеем. И можно познакомиться, как создаются списки различными способами. Наша задача сегодня – прорешать ряд примеров, то есть теоретического свойства и ряд задач практического свойства. А также, если нам позволит время, перейти к одной из задач из ЕГЭ, из подготовки к ЕГЭ, связанных с этой темой, с темой вложенных списков. Чаще всего это задания 26-го и 27-го типа, задания повышенной сложности, которые требуют тебе большого внимания, не даются учащимся за раз. Итак, основная теория у вас изложена. Позвольте сразу перейти к основным моментам вопросов. Вопрос номер один. Что покажет приведенный ниже фрагмент кода? У нас дан список лист. Он состоит из двух вложенных в него списков – 1, 2, 3, 4, 5. И мы применяем команду «list2» равно «list1», то есть команду «копирование», а дальше применяем команду «list1» с индексом 0, добавляем «append» семерку. Что здесь происходит? Из-за того, что у нас после «list1», служебного слова «list1» с именем списка, добавлен индекс 0, это будет говорить о том, что внутрь большого основного списка в элемент с индексом 0, то есть вот в этот внутренний первый подсписок, будет добавляться также элемент, стоящий в скобках, то есть 7. Проще говоря, к первому вложенному списку добавляем элемент 7, получаем внутри большого списка два вложенных. Один из четырех элементов – один из трех. То есть 1, 2, 3, 7 и 4, 5 – это будет верный ответ. Нет. Прибавлю масштаб. Итак, это вариант 1, 2, 3, 7, 4, 5. Еще раз вам хочу сказать, что это применено из-за того, что у нас к имени списка «list1» добавлен индекс 0 – нулевой элемент внешнего списка. Это правильное решение задачи, но она несложная. Напоминаю вам о том, что для вложенных списков применяется индексация двойная. Но чаще всего это все-таки двумерные какие-то списки, поэтому она двойная. Для трехмерных списков индексация, соответственно, будет тройная. У нас дан список «list». Посмотрите, из чего он состоит. То есть он у нас получается из нескольких внутренних списков. Берется единица, как список, умножается на 3. И дальше то, что у нас получилось, как элемент списка, также умножается на 3. Далее у нас берется замена элемента с индексом 0,1 на 5. И вам надо будет узнать, чему будет равно значение листа 1,1 после выполнения следующего фрагмента кода. Еще раз вам напоминаю, что индексация внутри списков у нас начинается с нулевого элемента. А раз она начинается у нас с нулевого элемента, значит, мы сначала будем смотреть первый элемент вложенных списков, а потом уже элемент внутри него с индексом 1. То есть по счету он будет вторым элементом. Посмотрите, какая у нас есть подсказка. Выражение 1 умножить на 3 создает список, ссылка на который вставляется в список листа 1. Проще говоря, что мы получаем на входе? Мы получаем на входе список, который повторяется три раза, поскольку вот здесь вот стоит операция умножения на 3. Тогда для того, чтобы изменить первый, самый левый элемент этого списка, да еще и имеющий индекс 0, мы должны будем вложить внутрь самого первого списка в средний элемент значения 5. Это выполняется по команде лист 0,1 равно 5. Поэтому в данном случае выражение, вернее, наша программа дает нам ответ 5. Еще раз формируем список. Он состоит из трех единичек. И дальше этот список умножаем на 3. Получаем тройной подобный список и в нужное место вставляем элемент с именем 5. При формировании списка таким образом… Почему здесь решением будет являться число 5? При формировании списка именно таким образом у вас идет копия списка в нескольких строчках. То есть, если вы меняете элемент нулевой строки, стоящий на втором месте, то есть имеющим индекс 1, автоматически все остальные элементы внешнего списка также будут менять свое значение. В этом смысл вот этой задачи. То есть, когда вы создаете вложенные списки с помощью вот такой операции, помните о том, что вам нельзя будет редактировать отдельные элементы внешнего списка, получая различные значения во внутренних элементах. У меня ничего не отправляется. Давайте пока двинемся дальше. Ответ во второй задаче – 5. Третья задача. Что покажет приведенный фрагмент кода, если на вход подаются строки? Итак, у нас есть строки, содержащие числа 9, 7, 6, 2, 1, 3, 4, 45 и 67. Что делает программа? Разберем код построчно. В первом случае у нас n присваиваем значение 3. Далее заводим пустой список, который имеет имя лист 1. Он пустой. Далее мы запускаем цикл for. В данном случае вспомним о том, что цикл for может не иметь переменной счетчика цикла. Вместо этого может использоваться знак подчеркивания. Запускаем переборный цикл, состоящий из стольки элементов, сколько у нас указано в переменной n. То есть там будет идти перебор значений 0, 1, 2. Заводим список row. Обратите внимание, как формируется этот список. Каждый раз при заходе в цикл мы будем получать некую входную строчку на импуте. Например, в первом случае это будет строчка 9, 7 и 6. Дальше мы эту строчку с помощью операции split разбиваем на отдельные элементы. Причем в данном случае операции int, то есть перевод в целую часть у нас не будет. Поэтому текущая строчка будет развиваться по пробелам на три строки. Строка 9, строка 7 и строка 6. Далее мы с вами расширением, специальным командой расширением extend, мы расширяем с вами список row, текущий список. И переходим к следующему витку цикла. Что реально у нас получится на выходе? У нас реально получится, что список лист 1, который сначала пустой, сначала будет расширяться за счет строк 9, 7, 6. Это не одна строка, это будет разбивка на три строки. Далее он будет расширяться за счет отдельных строк 2 и 1. И при последнем проходе во внутреннюю часть списка лист 1 добавятся также элементы 3, 4, 45 и 67. Во-первых, все подобные задачи очень хорошо решать с применением какого-то приложения на компьютере. Например, у меня это приложение Win. Если я сомневаюсь и не знаю, как решается данная задача, я вставляю оператор принт в нужное место и смотрю, как она работает. Тем не менее, хорошо еще построчно разбивать трассировку этой программы, то есть выполнение алгоритма на отдельные шаги. У меня есть Win. Это такое приложение, в котором я могу проверять, как работает данная мне на питоне, на степике программы. Ну, анализировать теоретически и практически. Смотрите, если я запущу... Сохраню данную программу. Ну, и что я вот ввожу? Я должна ввести те данные, которые у меня даны на входе. То есть я туда сразу вношу три строки. 9, 7, 6, 2, 1, 3, 4, 45 и 67. Ну и, собственно, вижу, что у меня получается. Мои догадки были верны. То есть у меня оператор Extend действует как расширитель одного писка с именем Лист1. Если я не понимаю, как у меня работают команды пошагово, я вставляю принт в нужном месте. То есть каждый раз, когда я буду проходить цикл, принт row буду делать. И тогда я буду видеть, как добавляется данный писок. Ну, например, я могу сделать отдельно принт row, запятая, а потом смотреть, как у меня в данном случае происходит расширение списка Лист1. В Лист1 при этом будет постоянно что-то докидываться. На входе он у нас пустой. Сейчас я запускаю абсолютно при тех же самых входных данных его. И посмотрите, что у меня есть. При первом заходе строка, состоящая из цифр 976, разобьется вот на следующую строку. Это у меня будет в списке row с помощью разбивки на сплит. Далее я в список, который был пустым, докидываю элементы списка row. При следующем заходе беру строчку 2.1, разбиваю ее на отдельные элементы и докидываю к тому, что было в списке Лист1, еще новых два элемента из списка row. Таким образом, мы с вами отлаживаем работу команды Extend, которая расширяет текущий список за счет вставки внутрь него новых элементов. Я посмотрела поэтапно, как у меня меняется список row. Вот он, этот список row. И я посмотрела, как у меня поэтапно меняется общий список Лист1, который потом пойдет на выход. Мы посмотрели, как работает эта программа, и теперь можем выбрать верный вариант ответа. Так, ну, значит, я немножко взглянула в чат. Я понимаю, Алекс, что читать вы умеете, но дело в том, что я считаю, что теорию как раз проходит самостоятельно, с карандашиком, лучше заполняя словарь. Так, не поняла вопрос, а почему мы 7 внесли начало на индекс 0 в седьмом, а она попала в конец. Так, не поняла. А этот вопрос был по первой задаче. Сейчас я вернусь, наверное, к задаче номер 1. Секунду. Вот здесь? Так, еще раз. Значит, давайте я, наверное, буду немножко объяснять. Значит, что у нас произошло? У нас был список. Он состоял из двух элементов. Если хотите, я могу объяснить это все еще раз, вернувшись, скажем, в пайнте. Значит, смотрите. У нас был список. Изначально. И он состоял из следующих элементов. Один, два, три. Так. И второй список 4,5. И на него был наложен еще внешний список. Что мы имели? Вот это был список лист индексом 0. Вот это был список лист с индексом 1. Тогда, если мы задаем команду list append, тогда мы будем добавлять вот сюда, как еще один элемент списка. А вот если мы… Лист 1, простите, пожалуйста. Лист 1 у нас там список идет. А если я буду добавлять в лист 1 с индексом 0, вот так, то получается, что я буду докидывать не во внешний список, который состоит из двух элементов, а буду докидывать уже во внутренний список, вот сюда, который имеет индекс 0. И тогда получается, что семерку я докину именно вот сюда. Я ответила на вопрос, почему индексация такая происходит? Хорошо. Тогда, если надо, я жду ваших вопросов по второй, по третьей задаче. А пока я вернусь, вот у меня, к сожалению, по второй задаче ответ почему-то не взялся. Если надо, я еще раз постараюсь объяснить и также вторую, решение второй задачи. Что происходит? То есть это правильное решение. Особенностью еще раз этой задачи является то, что у нас здесь список составляется специальным образом, с помощью умножения. Это особый способ для создания списка. Что у нас происходит? Давайте опять посмотрим, наверное, в памяти. Я немножко поясню. Это задача номер 2. У нас есть список, который изначально формируется как 1 умножить на 3. У вас для этого даже существует специальная подсказка. Выражение 1 умножить на 3 создает список, ссылка на который вставляется в лист 1. То есть, что это за список такой? Это будет единичка, взятая по три раза. Дальше, смотрите, у нас идет команда еще умножения на 3. То есть, реально, вот этот список. Мы умножаем на 3 и получаем три одинаковых элемента списка. Я их записала в столбик, но реально они могут быть записаны в строчку. Вот так. И на них накладывается один большой список, который как раз и будет называться лист 1. Это большой-большой список. Он состоит из трех внутренних списков. Поэтому сейчас я их отделю вот так. Раз, два, три. Внутри каждого внутреннего списка есть еще вот такие значения единички. Теперь далее. В чем отличие именно вот этого способа? Дело в том, что у вас реально, когда вы создаете второй, третий, последующий элемент, они создаются как копии вот этого первоначального списка. Поэтому, если поступает команда лист 0,1, это означает, что элемент с индексом 0,1 меняет значение на 5. Лист 0 вот здесь, лист 1 вот здесь, лист 2 у нас вот здесь. Теперь внутри нулевого элемента задаем первый элемент. Нулевой, первый, первый элемент. Поэтому, если мы хотим изменить элемент лист с индексами 0 и 1, то реально мы попадаем вот куда. Вот сюда, вот в этот элемент. Он меняет свое значение на 5. Но поскольку у нас список создавался с помощью ссылок на предыдущий, самый первый элемент, поэтому автоматически во всех оставшихся строчках элементы также меняются на 5. и мы получаем, что по условию нам требуется найти лист 1,1. И таким образом, здесь у нас элемент лист с индексом 1,1, который реально будет просматриваться вот здесь, он также поменяет свое значение и станет равным 5. Так, я, наверное, ответила на вопрос задачи. То есть я предельно, вроде бы, до глубины расписала все. Почему здесь такая штука возникает? То есть вот когда вы решаете задачи и вам требуются вложенные списки, знайте об этой особенности. одинаковые склопки. Так, хорошо. Я понимаю. Значит, еще раз. У вас был один список. Один, один, один. Вот один внешний. Это красными скобками выделено. Потом при умножении на 3 произошло его увеличение в 3 раза. Раз, два, три. Это как бы длиннющий-длиннющий список из трех маленьких, состоящих, в свою очередь, также из трех маленьких элементов. То есть ничего такого особенного. Надо просто аккуратненько на бумажечке все расписать для себя. Если вопросов нет, давайте двигаться дальше. Очень хочется все-таки до конца дойти. Хорошо, у вас есть запись в стриме, нашего стрима, и поэтому вы можете посмотреть ее еще раз. Мы двигаемся пока к третьей задаче, которую мы с вами разобрали в Винге. Винг вот здесь у нас представлен. Мы прямо разобрали пошагово, как меняется у нас и список RAW, которым мы расширяем основной список листа 1. То есть здесь все понятно. Мы с вами должны выбрать вариант общего списка, состоящего из отдельных элементов строк, которые мы ввели при вводе. То есть это будет вот такой вот ответ. Есть вопросы еще по третьей задаче, хотя я вроде бы подробно ее разложил в Винге. И прямо пошагово вставила принт в нужное место, посмотрела, как у меня меняется основной список и список RAW. Третий понятно. Хорошо, двигаемся дальше. Четвертый вопрос. Какой тип данных будет у переменной RAW? Давайте разберем опять задачу пошагово, то есть построчно. У нас есть большой единый список MyList. Он состоит из отдельных внутренних списков. То есть маленький список из одного элемента 1, список 2, 3, список 4, 5, 6. То есть всего внутри большого списка у нас 3 подсписка. Дальше у нас есть некая переменная Total. Запускаем переборный цикл for RAW in MyList. Total плюс равно сумму RAW. Значит, что за операция сумм? Операция сумм позволяет нам суммировать элементы списка. Как мы видим, у нас RAW – это элемент, входящий в список. То есть в RAW последовательно будут входить 1, потом список 2, 3, потом список 4, 5, 6. Таким образом, каждый раз мы будем находить сумму элементов в этих внутренних списках и дальше докидывать каждую из этих сумм в общую переменную Total. Давайте навскидку скажем, чему будет равно значение. Раз мы должны просуммировать все элементы, они у нас все являются числами, то есть 1 плюс 2 плюс 3, 6, да и еще 15. 15,6 – результат, наверное, 21. Но у нас-то спрашивают, какой тип данных будет у переменной RAW. RAW в данном случае выступает в качестве внутреннего списка. Если вы сомневаетесь, может он опять… То есть список имеет тип лист, и поэтому в данном случае ответ нам надо будет выбрать лист. Давайте еще буквально 2 минуты разберем эту задачу. Для тех, кто сомневается, кто не будет понимать, что такое RAW как элемент списка, опять же, можно взять WING или любое другое приложение. И вот здесь вот перед тем, как мы с вами будем добавлять в Total сумму RAW, мы можем печатать с помощью команды PRINT текущий список RAW, то есть вложенный список RAW. Так, он у нас будет печататься каждый раз с новой строки. Вот что мы имеем. То есть сначала в RAW будет 1, потом будет 2, 3, потом будет 4, 5, 5, 6. Более того, если мы хотим вообще разобраться, что делает наша программа, мы можем поставить PRINT после Total и каждому списку RAW печатать еще и элемент суммы, то есть сумма этого же списка RAW. Посмотрите, тогда сейчас у нас около каждого списка рядышком встанет сумма чисел, которые внутри него помещаются. И дальше выйдет Total, то есть сумма всех-всех-всех элементов. Я думаю, вопросов к этой задаче нет. Ответ еще раз напоминаю в этой задаче. RAW будет переменной списком, то есть переменной лист. Здесь надо выбрать ответ лист. Если вопросов нет, может быть и легче написать PRINT RAW. В данном случае нам даже не требовалась задача писать, что такое RAW, что это такое будет. Итак, задача номер 5. Что покажет приведенный ниже фрагмент кода? Конечно, можно загнать все это дело в приложение, но давайте с вами теоретически сначала попробуем. Разбираем. У нас есть список с вложенными тремя списками. Первый вложенный список, второй вложенный список, третий вложенный список. Они, напоминаю, имеют нумерацию не 1, 2, 3, а 0, 1, 2. Дальше мы в переменную максимум загоняем то, что стоит в списке myList на позиции 0, 0. Это означает, что мы берем внутренний список нулевой, а внутри него также нулевой элемент. Причем мы это сделаем и для минимума, и для максимума. Дальше. По предыдущей задаче, рассматривая row как элементы списка myList, мы будем в переменную максимум записывать каждый раз максимальный элемент из текущего списка. Таким образом, смотрите. Сначала мы возьмем максимум отсюда, дальше мы возьмем максимум отсюда, дальше мы возьмем максимум отсюда. На выходе в переменный максимум у нас будет стоять максимум не из всех списков, а только из последнего подсписка row. Точно так же будет происходить с минимумом. То есть мы будем брать минимум не для всего большого списка, не для всех его элементов, а только для последнего подсписка. То есть, смотрите. Самый большой элемент – 99, самый маленький элемент – 8. Сложим 99,8, и тогда в принте мы должны получить 100, 107. То есть ответом в данной задаче будет 107. У нас будут сейчас две похожие задачи. Здесь максимум ни с чем не сравнивается, просто берется максимум от текущего подсписка, и каждый раз он обновляет значения переменных максимум и минимум. Каждый раз при заходе в цикл. Вопросов нет, я думаю. Раз вопросов не вижу, давайте следующую задачу возьмем. Она похожа будет на предыдущую задачу, но здесь уже будет сравнение. Абсолютно аналогичные входные данные. Отличие вот в чем. В этой задаче мы сначала должны сравнить максимум из текущего списка с неким общим максимумом, который мы вводили до цикла for, а потом уже в зависимости от результатов этого сравнения обновить или не обновить максимум. Что мы делаем? Сначала в максимум мы запишем 12. Ой, не 12, а сначала мы туда запишем 12. При первом заходе внутрь цикла row мы выберем в качестве максимума 221. Вот из этого первого подсписка. Дальше сравниваем. Если максимум текущего подсписка больше максимума, который был 12, тогда мы максимум обновляем. Это означает, что после первого прохода, то есть после рассмотрения вот этого первого подсписка, мы изменим значение общего максимума на 221. При следующем заходе рассматриваем второй список, точнее второй подсписок основного большого списка. Рассматриваем его максимум, это 633, и сравниваем с текущим максимумом, который был 221. Он обновится. То же самое произойдет, вернее, нет, то же самое произойдет, когда мы зайдем в цикл еще раз. Он будет сравнивать, но число 99 будет не больше, чем 633, и поэтому 633 у нас останется в переменной максимум. Проще говоря, в чем отличие этой задачи от предыдущей? Мы здесь ищем единый максимум по всем элементам вложенных списков и заносим это как максимум по целому большому списку «MyList». Значит, максимум будет 633, минимум будет 3. Поэтому в ответе мы должны записать сумму этих элементов. 633 и 3 будет 636. Это будет ответить задачу. Мы можем опять же посмотреть, как работает та и другая программа. Например, сначала посмотрим программу, которая позволяет находить общий максимум. Вот у нас. Я ее скопировала. И сейчас для того, чтобы посмотреть, как она работает, я каждый раз внутри буду печатать вот что. Принт. Каждый раз, когда я буду считывать цикл row, я буду печатать сам список row. Далее я буду печатать максимальный элемент из этого списка. Буду печатать минимальный элемент из этого списка. А далее я буду смотреть, как у меня изменяются переменные. Максимум и минимум. Что же я вижу? Вот я вижу у нас, как работает наша программа. То есть берется сначала первый списк row. Из него вычисляется сначала максимальный элемент, минимальный элемент. И они обновляют значения, которые были в начале равны 12. Следующий список. Максимальный элемент для него 633, минимальный 5. При этом максимум обновляется, а минимум нет. И при рассмотрении последнего под списком row у нас 99 максимальный элемент. Для него конкретно 8 минимальный. При этом обновлений ни того, ни другого, ни максимума, ни минимума не происходит. Тут наглядно видно. То есть оператор print позволяет наглядно посмотреть, как работает каждая из программ и что она делает. Итак, мы с вами закончили задачи, которые были связаны с получением трассировки, то есть отладки программ. Хотите на листочке, хотите устно, хотите в каком-либо приложении. Переходим к задачам практического содержания. Вопросов нет? Я хочу посмотреть. В прошлой программе не поняла. Последний список на экстрам мы проверили. Так. Если посмотреть, в чем отличие предыдущие, сделаем все то же самое операцию print. Здесь нет сравнения с максимумом общим и с минимумом общим. Поэтому давайте еще раз. Вставляем процедуру, вернее, вставляем программу, которая была у нас на предыдущем шаге, без сравнения, без ветвлений. И вот позвольте мне, наверное, вот эту длинную строчку принтами скопировать и вставить вот в текущую программу. Мы также будем видеть, как у нас происходит считывание списка каждого конкретного. Вот, посмотрите. Считали список. Значит, взяли максимальный и минимальный элемент. Считали список, взяли максимальный и минимальный элемент. Но при этом каждый раз текущий максимум и минимум будем обновлять. А почему? А потому что у нас нет сравнения. Нам не надо сравнивать. Мы просто обновляем каждый раз при новом заходе в цикл. Вот и все. Как раз отличие в этом. Мы ищем не общий максимум, а получается, что максимум и минимум внутри каждого конкретного подсписка. И выходит на печать, на сумму максимального и минимального элемента именно последнего. Последнего элемента. Последнего подсписка row. Хорошо. Дальше. Значит, вроде все разобрали. Двигаемся дальше к задачам, которые мы должны составлять. Итак, первая задача называется «Списк по образцу». На вход программы подается число n. Напишите программу, которая создает и выводит построчно список, состоящий из n списков. Смотрите, пожалуйста. У нас внутри этих списков списки также от 1 до n. То есть там числа от 1 до n перечислены. И всего таких списков n. Можно рассмотреть, что мы должны получить на выходе. То есть, вот смотрите, вводим 3. Во-первых, внутри каждого списка у нас будут идти элементы от 1 до 3. И таких списков будет 3. Если получаем на вход 2, у нас списков будет 2, и элементы будут также перебирать значения от 1 до 2. Ну и, соответственно, тут третий пример. Значит, разбираем, как составляется код в данном случае. Итак, с чего мы с вами начнем? С того, что у нас есть переменная, которая обозначает количество. Во-первых, количество элементов внутри каждого внутреннего списка. Это переменная n. Вот она, да. И количество внутренних подсписков. Дальше что мы делаем? Мы задаем список. Ну, например, my list. Как у них в примерах был. My list. Давайте попробуем сделать следующим образом. Мы зададим его с помощью строковых выражений. Я очень люблю в ЕГЭ их использовать, поскольку они экономят строчки. Итак, открываем большой внешний список. Внутри большого внешнего списка будет также перебор элементов. Мы привыкли с вами использовать переменную i. Мы будем использовать i, то есть какое-то число i для i in range от 1 до n плюс 1. Что я сейчас сделаю? Я написала сейчас внутреннее строчное выражение для формирования списка от 1 до m. Как мы помним, range откусывает от последнего значения. Вот здесь вот от n плюс 1 единицу. И значение будет перебираться от 1 до n. Ну, допустим, я сформировала вот такой список my list. Давайте его отпринтуем и посмотрим, что у нас получается. Чтобы разобраться со всеми этими списками, подсписками, вложенными списками, я могу воспользоваться кнопкой «Запустить код». Что я сейчас вижу? Вот посмотрите. Удалю немножко количество строк. Я ввела списочное выражение. То есть я использую числа 1, 2, 3 для i от 1 до 3 плюс 1 до 4. Но реально пойдет у нас значение от 1 до 3. И все эти переборные числа i я ввела внутрь одного списка. Вот 1, 2, 3. Если я здесь введу 5, соответственно, у меня будет 1, 2, 3, 4, 5. Это маленький список. А таких списков должно быть у меня n штук. Поэтому я могу воспользоваться тем же самым способом и составить строчное выражение, но только уже еще для внешнего списка. Задаю еще одну квадратную скобку. Вот это теперь будет выполнять функции i, то есть переборного элемента. И дальше я должна ввести еще один цикл for. For. Ну, пусть g у нас будет переменная. In range. И здесь также перебираю значения от 1 до n. Плюс 1. Значит, смотрите. Опять у меня есть внешний список. У него скобки вот и вот. Как он получается? Он перебирается с помощью цикла range. Для другой переменной g от 1 до n. То есть у нас будет формироваться список, вот этот внутренний список, ровно n раз. Внутренние списки будут формироваться вот здесь, а внешний будет формироваться с помощью вот этого цикла for. Давайте, чтобы увидеть. Вот сначала введем небольшое число 2. Запускаем код 1.2.1.2. Мы здесь с вами выводим полностью список my list, а нам надо его сформировать и вывести вот в таком виде. Что можно сделать? Можно воспользоваться еще одним циклом for. а можно, например, использовать функции оператора print. То есть если мы вот здесь введем звездочку, а дальше введем разделитель c, это переход на другую строчку. Заодно вспомним, что это такое. c – это разделитель. и дальше у нас в кавычках указывается так, слэш n. Так, вот ничего не забыла. Значит, что еще раз я сделала? У меня был список в одну строку. Я этот список весь вывожу поэлементно, по одному элементу, разделяя с помощью разделителя. Вот этот знак означает переход на новую строку. Я могу также протестировать для тройки, для пятерки и так далее. Но я уже вижу, что у меня реально выходит все как надо. И мы можем двигаться, наверное, к запуску проверки через сайт. Если есть вопросы, можно эти вопросы задать. Если бисеп, как? Так. Нам тогда… Здесь-то я уже все запустила через сайт, поэтому, наверное, нам придется перейти в Винг. и немножко подправить код. То есть у нас реально список сформирован. Мы можем взять… Мы знаем, что у нас в этом списке есть n элементов. Или, например, мы можем эти элементы перебирать, или мы можем перебирать их номера. Давайте посмотрим два каких-то способа. For x, in range, n. n-то у нас уже на входе, оно дано. Там будут перебираться значения от 0 до n, а мы с вами будем в цикле принтовать. Так, список MyList с номером x. У нас же здесь x – переменная цикла. Допустим, я ввожу там 3. То есть у нас сначала берется MyList – нулевой элемент, MyList – первый элемент, MyList – второй элемент. Либо я могу не использовать функцию range, а могу, например, представлять x как элемент внутреннего списка. Ну, например, вот как мы внутренний список же обычно обозначаем как row, то есть для row in. И вот здесь я указываю MyList. Это третий вариант уже будет вывода. For row in MyList – да, то есть мы принтуем row. То есть это вот как раз вложенные элементы в него. Ввожу 3, получаю вывод трех элементов. Три способа, как элементы списка, через print и через элементы нумерации списка внешнего. Я думаю, я все ответила уже на вопросы. Так, и двигаемся к следующей задаче. Следующая задача – список по образцу 2. На вход в программу подается число n. Дальше надо написать программу, которая создает и выводит построчно вложенный список, состоящий из n списков. Сначала у нас берется единичка, потом 1, 2, потом 1, 3. То есть список идет по нарастанию и количеству элементов, и по нарастанию их значений. То есть вот для четверки мы берем списки от 1 до 4. Причем это все элементы одного какого-то большого списка. Программа должна вывести построчно указанный вложенный список. Здесь говорится о том, что у нас список все-таки должен быть вложенный. Значит, все понятно. Начинаем формировать программу. Мы тоже вводим n. Это у нас переменная, которая означает количество строчек, количество элементов внутри внешнего списка или количество подсписков внутри основного. дальше мы давайте попробуем сформировать такое же выражение, как в предыдущей программе, слегонца, изменив его. Можно я даже, наверное, скопирую для быстроты процесса эту задачу и чуть-чуть ее подправлю. Итак, что здесь у нас меняется? У нас здесь будут также перебираться элементы списка, но отличие будет в чем? У нас будут, во-первых, формироваться строчки точно так же. Их будет n. То есть, смотрите, как по примеру. Если я ввела 3, то строк, которые будут выходить, у меня будет 3. Поэтому во внешнем цикле for g in range от 1 до n плюс 1 в принципе ничего не меняется. То меняется у нас вот здесь. Мы будем здесь брать элементы и for a in range от 1 не до n плюс 1. Мы не будем идти до тройки или до четверки, а до номера строки плюс 1. Номер строки у нас дан в переменной g. Вот здесь. Поэтому, например, для первой строчки мы будем пропускать цикл от 1 до 2. Но реально 2 не возьмется за счет range. Поэтому в первом случае у нас будет запускаться цикл от 1 до 1. Итак, вот здесь изменения по сравнению с предыдущей задачей. То, что мы не будем каждый раз добавлять элементы списка до n плюс 1, а только для i плюс 1, до номера строки плюс 1. И здесь совершенно аналогично получаем вывод. Вот здесь вот вывод. Позвольте мне не прописывать три разных способа вывода. А давайте посмотрим, как работает наша программа. То есть посмотрите еще раз. У нас есть внешний цикл по нумерации строк, по нумерации внутренних подсписков. В первом заходе g будет равно 1. Если бы я рассматривала и сразу одновременно печатала в цикле for, я могла бы вывести сначала g, а рядышком с ним то, что получается в списке. Для g, равного 1, i запускается в границах 1 до 1. То есть реально у нас туда будет добавляться только единичка. Для g, равного 2, мы будем с вами брать и в пределах от 1 до 3, то есть реально от 1 до 2, и записывать в новый этот списочный элемент. Вот он у нас, в этот внутренний список. Реально, если я сейчас закомментирую вот этот принт, то вот посмотрите, мы с вами создаем не кучу вот таких маленьких списков, а мы с вами создаем один большой список, myprint. Сейчас я его распечатаю, чтобы вам не думалось, что это единый список. Я пока не отсылаю на проверку. Так, ой, myprint, mylist. Вот, смотрите, у нас есть один большой список, который ограничен внешними скобками, и ряд внутренних списков, которые формируются по набавлению и количества элементов, и их значений. В реальности мне вот этот принт, мой лист не нужен, поэтому я его откомментирую, то есть закомментирую, а откомментирую вывод построчный. И давайте уже отправлять код на проверку. Ну, я думаю, сейчас здесь все хорошо сработает. Да, вы получили 5 баллов, мы можем двигаться дальше. Дальше задача уже поинтереснее, с перчиком. Называется она треугольник Паскаля. Разбираем, из чего состоит этот треугольник. Это бесконечная таблица беномиальных коэффициентов, имеющие треугольную форму. Беномиальных от слова беном. Иногда есть беном Ньютона, вот есть беном Паскаля. В этом треугольнике на вершине по бокам стоят единицы. То есть мы видим, что внешними элементами являются единицы. А внутри, внутренний элемент у нас получается суммированием двух расположенных над ним чисел. И вот здесь дан даже рисунок, для того, чтобы мы понимали. То есть изначально треугольник Паскаль содержит один, затем дописываются две единицы, и далее берем элементы, которые получены на предыдущем шаге один на один, и складываем их для того, чтобы получить серединный элемент. Дальше опять складываем то, что у нас получалось на предыдущих шагах. Например, в качестве тройки, как мы получаем? Два складываем с единичкой, получаем три. Три складываем с единичкой, получаем четыре. Ну и аналогично совершенно для всех оставшихся элементов. Три плюс три будет шесть, один плюс три – четыре и так далее. То есть мы должны найти некую формулу, которую будем получать следующую строчку из предыдущей строки. Вот у вас есть здесь ссылка о том, как можно поподробнее познакомиться с треугольником Паскаля. Мы, в принципе, визуально представляем, что у нас должно получиться, поэтому начинаем писать программу. Она опять начинает писаться с того, что мы вводим число n, поскольку на входе у нас с вами дано число n – это количество строк, которые должны встретиться потом в этом треугольнику. Причем у нас нумерация строк, посмотрите, начинается не с единицы, а с нуля. То есть в нулевой строке у нас будет стоять единица, в первой строке две единицы и так далее. Вот здесь решение, конечно, такое не очень удобное. Вводим int равно int input. Далее мы с вами заводим пустой список. Давайте назовем его myList, в котором будем копить все вот эти элементы. Для начала он у нас пустой. Давайте здесь будем выполнять данный алгоритм с помощью цикла for, то есть заполнять список myList в цикле for. for. Берем переменную, которая будет у нас изменяться от 1 до n плюс 1 или от 0 до n. То есть мы будем учитывать n строк как раз в этом треугольнике. Для in range можно взять от 0 до n. От 0 до n надо еще добавить n плюс 1. Возьмем до n плюс 1, например. Поскольку здесь нумерация идет, как нам сказано, было с нулевой строки. Дальше вводим список row. Списк row у нас будет сначала содержать в себе только единичку. Причем эта единичка у нас будет умножаться на выражение, которое зависит от этого i. Сейчас мы с вами разберем. Начальное значение i будет равно в range, как вы понимаете, 0. Тогда для нулевой строки у нас в список row добавится ровно 1 единица. А для строки номер 2 у нас добавится 2 единицы. То есть у нас будет уже стоять 1 умноженное на 2. 1, 1. То есть вот как раз то, что мы должны получить во второй строке. Если у нас значение будет для строки 2, 3, то есть номера строки 2, 3, и так далее, для них мы должны ввести специальную формулу, по которой будем добавлять в этот список row соответствующие элементы. Как мы будем их считать? Значит, for – внутренний список. Давайте переменную g возьмем. In range. Здесь также, как и в предыдущей задаче, у нас range будет использоваться не до n, а до i плюс 1. То есть это будет зависеть от того, какую строчку мы сейчас обрабатываем. Нулевую строчку, первую, вторую или какую-то еще. Если. Здесь мы должны отделить те элементы, которые у нас не участвуют в суммировании. Если g, вот это переменный счетчик цикла, не равна переменной i, номеру строки, которую мы сейчас используем, и одновременно g не равно нулю, в этом случае мы с вами будем изменять элемент списка row. Row с номером g мы будем составлять как сумма, ну, диагональных, что ли, можно так сказать, элементов. То есть вот смотрите, например, если мы хотим взять вот эту троечку, мы должны сложить элементы, которые стоят в предыдущем списке, да, на определенных позициях. Во-первых, что будет происходить с этими позициями? Вот если считать номер строки i и номер внутреннего вот этого элемента внутри строки g, то у нас, смотрите, для троечки, для джитой строки мы будем обращаться к i-1 строке и для g-1 элементу. Даже не знаю, как. Может быть, нарисовать вот это все, чтобы вам было бы понятнее. Итак, вот у нас схема. То есть я буду работать вот с этим элементом. Это у меня будет элемент списка row, который будет иметь индекс g. То есть вот сама строка – это список row. Вот она, эта строка. В ней джитый элемент. Как будет он получаться? Он будет получаться из предыдущего элемента списка. Смотрите, весь список, вот весь, вся эта пирамида, он называется у нас my list. При этом внутри my list есть нулевой элемент, то есть нулевая строка, первая строка, вторая строка, третья строка и так далее. Так вот, мы будем брать элементы вот в row из списка my list, которые стоят в предыдущей строке. При этом у нас получится формула. Row с номером g будет браться из списка my list из предыдущей строки, то есть из строки с номером i-1. Напоминаю, в этом цикле у нас строка i из элемента g минус 1, здесь вот минус, в сумме с элементом списка my list, который имеет номера i-1, g. То есть вот смотрите, вот здесь у нас список row, также содержит элементы нулевой, первый, второй и третий. Предыдущий список my list с номером строки 2 будет содержать нулевой элемент, первый элемент, второй элемент. Что мы делаем? Мы для следующего списка, то есть для строки row, для того, чтобы получить вот этот второй элемент, сложим предыдущий, первый и текущий второй элемент только из предыдущей строки. По формуле все у нас получается как надо. Теперь вот это вот все, что мы сейчас с вами вывели по результате схемы, запишем в программу. Итак, что мы делаем? Значит, мы берем список my list. Берем предыдущую строчку i-1. И из этой предыдущей строчки g-1 элемент, предшествующий диагональный, вкладываем опять же с элементом списка my list, который стоит в предыдущей строке, на позиции i-1 и второй коэффициент g. Вот еще раз покажу. Мы взяли вот этот элемент и вот этот. То есть для второго элемента берем первый и второй элемент из предыдущей строки с номером i-1. Далее мы должны то, что мы получили, вот этот список row, докинуть в основной список. Мы это будем делать на уровне там, где мы создаем вот здесь вот первоначальное row. Что мы делаем? В список my list мы заносим команду append то, что получили в текущем подсписке row. Ну, вот здесь опять же можно что сделать? Можно для того, чтобы понимать, как работает программа, предоставить и текущий список row для каждого шага цикла, и то, что мы получаем в переменной my list. Тогда мы будем видеть и внутренний список, и внешний список. Пока не конец программы, и немножко не то, что у нас должно выйти, но мы посмотрим, как у нас. Вот для нуля у нас выходит 1. Это внутренний список row. И весь список будет состоять также из внутреннего вложенного под списка 1. Берем 1, то есть строка с номером 1. Смотрите, у нас сначала выходит в row 1, потом у нас добавляется во внешний список my list. Далее выходит 2 единицы. Это делается за счет вот этой формулы, когда внутреннего списка мы добавляем единицу, умноженную на количество, на номер строки плюс 1. И дальше мы докидываем к тому, что было в my list, вот к этому маленькому списку, еще только что полученный список row слева. Вот 2 можно взять, посмотреть, как у нас меняется. И список row, вот он, внутренний список, и внешний список my list. Ну и дальше можно, собственно, также отпринтовать, как мы обычно с вами делаем. Можно опять добиться того, что список my list будет выходить у вас построчно с помощью той же самой операции, которая у нас была. То есть, где у нас тут, чтобы не набирать, можно скопировать. Список-то у нас точно так же называется, разделитель у нас тот же самый. Вот мы можем докопировать. Естественно, делать это мы будем на нулевом уровне, то есть после выхода из всех видов цикла. Я взяла нолик, у меня получилось 1. Взяла 1, у меня получилось 1 и 1, 1. То есть, вот смотрите, это как раз то, что у меня получается. При вводе 0 получаем 1, при вводе 1 получаем 1, 1. Давайте возьмем 2 и 3, посмотрим, что получится. То есть, мы видим, что у нас треугольник Паскаль строится, выходят внутренние элементы одного большого внешнего списка с именем my list. Вопросов нет по этой задаче? Дело в том, что вот если вы эту задачу поняли, не важен вид треугольника. Но вот если мы посмотрим на самом сайте, то у нас здесь так. Да, действительно, вид треугольника важен. Здесь нам требуется не вывести полный список, а вывести только последнюю его строчку. Да, тогда нам это не подойдет. Тогда мы должны поменять вывод. Сейчас с вами поменяем его. Так, что можно сделать? Можно поставить условие, что если номер строки, например, не равен нулевому, тогда мы с вами выводим print, элемент вписка my list с номером n. То есть, последний нам требуется вывести. А иначе else мы должны вывести с вами список, состоящий только из единиц. Это для нулевой строки у нас характерно, потому что нулевую строчку у нас уже там никак не подхватишь. Вот так. Ну и тогда вот этот вывод по строковой списке целого я удаляю. У меня выходит только последняя строчка. То есть, она должна быть как элемент списка в квадратных скобках. И проверим для нуля, как в крайнем случае. Для нуля один. Все нормально. Спасибо большое за замечание, за предложение. Действительно, вывод не соответствовал условию. Сейчас программа сработала как надо. В картинке он равнобедренный. Нет, нет, нет. В картинке нам дан весь треугольник Паскаля, а в выводе мы должны вывести только ту строчку, номер которой мы ввели в переменную m. То есть, либо в третью строчку, либо в четвертую строчку, либо в десятую, либо в нулевую. Одну строчку. Даже здесь указано, что у нас вывод должен быть одной строки с номером, каким мы ввели. Дальше двигаемся. Следующая задача, четвертая. Она, в принципе, будет похожа на предыдущую задачу. Треугольник Паскаля 2. На вход подается также натуральное число, и надо написать программу, которая выводит первый инструкт треугольника Паскаля. То есть, в принципе, с этой задачей тоже уже справились. В чем будет отличие-то? Можно взять ее, текстокопировать. Вот ту задачу, которую мы с вами решали перед этим, с принтом, мы можем ее вот здесь как раз и применить. То есть, в принципе, заполняться этот треугольник будет совершенно аналогично, поэтому можно смело скопировать, ставить в решение этой задачи, и вывести только вот весь список. Так, как мы там делали-то? С помощью СЭПа… Давайте вот отсюда скопируем, чтобы тоже не набирать. То есть, в принципе, здесь, в этом разделе, задачи достаточно такие однотипные. Давайте проверим. То есть, у нас вот такой треугольник должен быть, например, при вводе 5. Сейчас проверим. Что-то у нас немножко не то. Что у нас происходит не то. Посмотрите, пожалуйста. Мы ввели 5. Тогда он у нас выводит 1, 2, 3, 4, 5, 6. Почему-то 6 строк выводит. В чем разница? В том, что у нас, когда мы запускали вот здесь заполнение, мы учитывали в рейнде вот здесь заполнение до n плюс 1. Чтобы у нас происходило заполнение, и, соответственно, вывод не номеров от нулевого до n, а именно n первых строк. Реально будут номера от нуля до n минус 1, мы должны поменять вот здесь просто на n. То есть, тогда у нас будет выходить ровно n строк. 5 строк мы заказали, 5 строк у нас вышло. И вывод, как мы видим, соответствует. Нет, вывод не соответствует. В результате у нас программа должна вывести первый n строк треугольника Паскалю, каждого на отдельной строке. Так, что можно сделать здесь? Давайте посмотрим тоже возможности оператора for. Вот здесь нам предлагается вывести не сами списки. Посмотрите, у нас вышли списки. А вышли… Надо их вывести внутреннее наполнение, то есть те числа, которые в них присутствуют. Можно попробовать опять воспользоваться циклом for. Давайте сделаем вот так. Для списка row… Роу, который входит в основной список MyList. Мы с вами принтуем отдельные элементы списка row. Мы видим, что у нас вышел не элемент внешнего списка, как список, а вышли внутренние содержимые каждого из внутренних списков row, который входит в состав MyList. Вот теперь у нас вполне соответствует содержанию нашей задачи. Я вроде как могла бы тестировала. Текст у вас есть. Так, хорошо. Текст как раз я тоже хотел предложить скинуть, поскольку там две задачи достаточно объемные, они достаточно однотипные. Чуть-чуть подправить – будет решение задач. Нам осталось решить с вами еще три задачи. Упаковка дубликатов. Тоже задача с перчиком, такая интересная. На вход программы подается строка текст, содержащая символы. Надо написать программу, которая упаковывает последовательность одинаковых символов заданной строки в подсписке. Честно, непонятно, что это такое, поэтому рассматриваем на примере. Если у нас есть различные символы А, Б, С, Д, то каждый из них упаковывается в отдельный список, причем упаковывается в виде строкового значения, и все это запаковывается в один большой внешний список. Смотрим, что происходит, если у нас есть одинаковые подряд идущие элементы. Вот у нас есть три подряд идущих одинаковых элемента. В этом случае они берутся внутрь одного подсписка, и таким образом у нас будет столько подсписков, сколько различных элементов. Точнее, сколько различных последовательностей из одинаковых элементов входит в эту строчку. Задача такая, как вам сказать, не очень приятная. Честно говоря, я ее долгенько решала, и мне пришлось комментариями пользоваться. Все оказалось просто. Задача из 20 строк превратилась почему-то в задачу из 5-6 строк. Берем пустой список. Что мы делаем для этого списка? Мы с вами берем строчку и разбиваем ее с плита. То есть, допустим, есть у нас строка S. Мы ее вводим. Дальше сразу же разбиваем с плитом. Напоминаю, у вас сплит разбивает на отдельные строчки и вносит эти строчки в список. Сейчас я запущу код. Смотрите, была строчка ABCD как единая строка. Когда я ее печатаю, я получаю элементы внутреннего списка ABCD. Все хорошо. Но что делать, если у нас элементы будут равны? В этом случае мы должны перебирать все элементы из вот этой строчки, которая у нас получилась внутри сплита. Запускаем цикл for. Элементы можно как хотите назвать. Для строк, для элементов, которые встречаются внутри вот этой входной строки. Проверяем условия. Во-первых, мы смотрим на сам список, что он у нас не пустой. То есть, если мой лист, то есть он не пустой. В нем хотя бы сколько-то элементов есть. И одновременно проверяем условия для этого элемента списка, то есть для этой строки. То есть, если строка у нас встречается в последнем элементе списка MyList, то есть она соответствует последнему элементу. Последний элемент у нас имеет индекс минус 1. То есть, если у нас в конце, например, вместо строчки ABCD будут идти ABCDD, тогда мы будем брать последний элемент, вторую букву D. Вот здесь, если мы поставим еще одну D, то вот эту D мы будем сравнивать с последним элементом уже сформированного до этого списка, то есть вот с этой D. То есть, если вот эта строка входит, является элементом вот этой подстроки последнего элемента, предыдущий накопленный, тогда все хорошо. В этом случае мы с вами что делаем? В этом случае к списку MyList мы должны добавить две D-шки внутрь одного и того же внутреннего подсписка. Как мы это делаем? Мы добавляем в элемент MyList с минус первым элементом с помощью команды append этот элемент в str. А иначе мы в этот список MyList, но уже без коэффициента минус 1 будем добавлять элемент, как входной элемент списка. Что у нас будет происходить в MyList? Будем добавлять элемент, состоящий из этой строки. Он один будет. И в результате нам надо будет напечатать тот список, который у нас получается на выходе. Целый список у нас будет в MyList. Смотрите, что получится. Если у нас… Еще раз. Что это за условие такое? Во-первых, что такое MyList минус 1? MyList минус 1. Это у нас из предыдущего накопленного списка последний элемент. Вот смотрите, например, когда у нас есть один элемент А. Мы его добавили в список. Смотрим следующий элемент B. Элемент B не входит как часть в предыдущий список А, поэтому он будет добавляться как отдельный еще новый список, содержащий элемент B. Если интересно, можно сделать следующим образом. Вот вы сейчас обработали как надо, и на каждом этапе опять же вставляем принт, распечатываем. Принт – сам элемент списка STR, то есть это некую строчку. И дальше смотрим, как меняется список MyList. То есть мы смотрим как бы внутренние, внутренние, то есть итерации. Смотрите, взяли элемент А. Мы взяли его из строки, которые разбили на отдельные элементы. И сейчас мы включили вот по ветке ELSE его в виде строковой величины, занесенной внутрь конкретного маленького списка А. Вот у нас получился внутренний список А. Дальше элемент B. Он у нас не является элементом предыдущего накопленного списка А, поэтому добавляется как также элемент списка, содержащий строку B. Как только у нас происходит подчитывание одинакового элемента, вот в конце мы считали, сначала один элемент D стал как новый под список, А когда добавляем второй элемент D, он у нас сравнивается с тем, что было накоплено в MyList предыдущим шагом с индексом минус 1. То есть он вот эту новую D сравнивает с предыдущей D. И тогда докидывает его уже этот элемент не как новый элемент внешнего списка, а как внутренний элемент для списка с индексом минус 1. У нас был элемент с индексом минус 1 просто D, а станет D, D. Такой достаточно простой код. Запускаем на выполнение, только мне придется откомментировать то, что получается во внутренних интерациях. Если я уберу D, я оставлю все разные элементы, у меня получится все, что надо, и могу протестировать, скажем, вот на такой большой строчке. Как я вижу, если у меня встречаются одинаковые элементы, они входят как надо. Все элементы до последнего у меня войдут. Я перебираю их вот в этом цикле, скорость ТРНС. Давайте запустим на проверку. Можем уходить безопасно. У нас программа сработала. Если хотите, я тоже кину ее код. Так, и двигаемся к двум последним задачам. К сожалению, наверное, мы с вами не успеем решать задачи из ЕГЭ, очень жаль, потому что я тоже подбрала задачу с вложенными списками. Но я думаю, вам вложенных списков вполне хватит и в теме. Разбиение на чанки. На вход в программу подаются две строки – на одной символ, на другое число N. Из первой строки формируется список. И надо реализовать функцию чанкет, которая принимает на вход списка число, задающее размер чанка или куска, а возвращает список из чанков указанной длины. Разберем прямо на конкретном примере. Вот у нас есть входная строчка. Нам надо ее разбить на отдельные куски чанки, то есть А, Б, С, Д и Е, Ф. И эти куски мы должны вставить как отдельные вложенные списки, причем внутри них должны быть отдельные строковые величины. Как делаем? Давайте начнем потихонечку с того, что мы опишем функцию. Можно я скопирую ее название? Не самое удачное. Мы внутрь введем два параметра. Что мы будем вводить? Мы, во-первых, будем вводить строчку какую-то. Давайте ее обозначим за S. И будем вводить куски какой длины будем получать, то есть число N. В этой процедуре строчка у нас вводится с помощью инпута. Где-то внутри основной программы. Она у нас сюда попадает. И мы ее должны разбить с помощью сплита. Основную программу мы еще не писали, поэтому саму операцию input я в процедуру не рискнула вставить. Дальше что мы делаем? Дальше мы, как в первом случае, заполняем сначала внутренние кусочки. Внутри основного списка вставляем много-много-много пустых списков. А точнее мы вставляем столько, сколько будет элементов у нас здесь в строке S. Как назвать нам его? Писок, лист, например. Или row. Давайте row, внутренние элементы. Мы все время привыкли называть row. Что он будет в себе внутри содержать? Много-много пустых списков для I, inRange, внутри внешнего одного большого списка. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем обрезать частично входную строчку S и добавлять с помощью оператора Extend, как мы знаем, что это расширение внутренней части списка, а то, что мы получили в row. Сначала у нас в row идут отдельно только пустые списочки. Давайте возьмем 4G, inRange, до длины этого роу. Изначально у нас получим нулевое значение. У нас там ничего нет пока. Внутри самого row. Но длина у нас вполне определена. Дальше этот список row индексом G мы будем с вами Extend расширять. На что мы будем расширять? Мы будем вырезки делать. Вот смотрите, например, у нас была строчка. Давайте вначале. Строчка ABCDE и F. Мы будем вырезать вот такой вот кусочек. Потом его вставлять внутрь списка. То есть вот сюда мы с вами затокариваем то, что у нас было в строке S вырезками. n, каждый из которых будет идти до элемента n-1. Почему n-1? Мы помним, что нумерация в строке у нас происходит с нулевого элемента. Поэтому для кусочков длины 2 мы будем брать элементы 0 и 1. Для кусочков, например, по 3 будем брать 0, 1, 2. Таким образом, вот здесь в row мы будем добавлять вырезку. От нулевого элемента до элемента с номером n-1. Это все правильно. Для интереса также можно здесь отпринтовать row, которую мы будем получать на каждом шаге при заходе в цикл. И дальше нам надо для того, чтобы каждый раз не отрезать один и тот же фрагмент, например, там буквы А, Б, мы должны нашу строчку обрезать, причем обрезать ее спереди. Что такое вырезка, вы знаете. Мы будем вырезать, начиная с n-ого элемента и до конца строки. То есть первые два элемента у нас отрежутся из строки S. Это будет вырезка. Теперь дальше. Что мы должны сделать? Мы должны внутри функции вернуть какое-то значение. В данном случае мы в качестве данного значения будем с вами выдавать вот этот список row. Теперь запускаем нашу процедуру. Во-первых, нам надо ввести нашу строку. Строку вводим с помощью input. Это уже основная программа у нас началась. Далее мы вводим количество элементов, на которые нам надо обрезать. Ну, вот n у нас был. Давайте введем n1. n1 равно int input. Далее мы с вами должны напечатать результат выполнения нашей процедуры. Называется она вот так страшно. Мы только в ней изменим внутренние параметры. Мы будем использовать ее для строки str. Вот, кстати, str-то лучше не использовать. Хотя бы str1, потому что str – это служебное слово. И длиной они должны быть по n1 каждый кусочек. Смотрим, что у нас делает наша функция. Смотрим, как она работает. Вот, смотрите. Я здесь заказала печать отдельных row, то есть тех элементов, которые у нас считываются. Из исходной строки длины в данном случае 2. Мы считали из основной строки 2 элемента, перевели их в строковое представление отдельное, записали внутрь списка и добавили в основной список row. Вот он, этот основной список. Дальше мы считали следующую пару элементов – c и d. Напоминаю, что делаем это с помощью вот этой вырезки. И добавили их с помощью расширения, как элементы внутреннего списка row с номером g. То есть сначала у нас добавится нулевой элемент, потом добавится первый, потом второй и так далее. В окончательном варианте список у нас будет содержать в себе внутренние подсписки, которые будут содержать по две строковые величины, вырезанные из исходной строки. Ну вот я здесь запускала принт для того, чтобы посмотреть, как работает. В основной программе для вывода на сайт он мне не нужен. Поэтому я могу запустить окончательный вариант только ответа, полученная строка. И вот давайте сравним с тем, что у нас должно получиться. Действительно, у нас должны получиться три маленьких подсписка длины 2. И они у нас входят в основной один большой список. Можно также отладить программу на втором примере. То есть ввести вот здесь в тесты пример номер 2. Запустите, посмотрите, что действительно у нас будут делиться… Вот эта строка будет делиться на кусочки длиной 3 и входить внутрь основного большого списка, как элементы одного маленького подсписка из трех элементов. Ну, решение задачи верное в целом. Вопрос-то есть? Алекс, я не знаю, почему у вас ругается. Обычно у нас ругается когда? Когда у нас не пропечатывается, например, там умножить, значок умножить. Я не знаю, почему у вас не работает. У меня, кстати, сайт тоже первое время, вот когда я спустил занятие, не принимал ответ. Я при вас запускаю программу, она у меня работает. Уж где тут вот что-то не то? Может быть, он урезает количество пробелов в некоторых местах, но, в принципе, здесь пробелы-то и не особо важны. Они нигде здесь не используются. Давайте я вам скину предпоследнюю программу. Она у нас запустилась, она отработала. И хочется отметить, значит, что нам осталась одна небольшая программка. Она интересная. Давайте все-таки в оставленное время ее доведем до конца. Если есть какие-то вопросы, я их жду, но я вам кидаю текст программы без изменений. Так, даже не знаю, что здесь может не сработать. Может, сайт подвисает. Итак, последняя задача – под списки списка. Здесь вообще задача, конечно, очень интересная. Под список – это часть другого списка. Он может содержать разное количество элементов. Один элемент, два элемента, три и так далее. Что нам надо получить? На вход подается строка текста, содержащая символы. Из данной строки формируется список. Надо нам написать программу, которая выводит список, содержащий все возможные под списки списка, включая пустой список. То есть, вот смотрите, например, у нас есть строка А, Б. Мы должны из нее вывести все возможные под списки, все возможные сочетания. То есть сначала пустой список должны вывести, потом список, содержащий только элемент А, потом только элемент Б, потом оба этих элемента вместе взятых. Как вы понимаете, количество комбинаций будет зависеть от того, какое количество символов у нас на входе дано. В любом случае, вначале у нас идет пустой список, дальше идет перебор списков, состоящих из отдельных элементов основного списка, по одному. Потом идут списки, перечисляющие по два элемента исходного списка, и в конце у нас идет элемент списка, тот, который у нас есть, соответствующий основному. Причем посмотрите, пожалуйста, в контрольных примерах у нас здесь невозможно взять перебор элементов, например, через один. А и В уже не используются. Здесь идут именно элементы под списком, то есть соседние элементы должны стоять рядом. Если у нас идет список, состоящий из одного элемента, соответственно, он выводит только пустой этот один элемент. Ну и вот, как я сказала, для комбинации из четырех элементов сначала из нуля элементов список состоит, потом из одного элемента все возможные сочетания, потом из двух элементов все возможные сочетания, из трех элементов все возможные сочетания, их будет два, и из четырех. Напишем код программы. Первое, с чего хочется начать, введем строчку S. Она у нас будет вводиться с помощью input и разбиваться, естественно, сплитом на отдельные элементы. Далее мы с вами заводим сразу вот этот большой внешний список. Он ограничен внешними скобками. Раз скобка, два скобка. Что он делает? Ну, допустим, лист 1 или май лист. Здесь у нас традиционно май лист было. Май лист – это список, в котором внутри еще есть вложенные списки. Они пока все пустые. Один список пустой. Он берется на автомате как первый, обязательный для вхождения. Дальше мы будем с вами смотреть, сколько элементов мы хотим там получить. Для разного количества элементов мы будем получать разное количество комбинаций, разные списки. Здесь мы запускаем переменную k, которая как раз будет отсчитывать, сколько элементов во внутренних будет. Если k не равно длине вот этого нашего исходного списка s плюс 1, то есть если мы с вами не перебрали еще все возможные комбинации до самой последней, самой длинной, которая будет соответствовать самому списку, тогда мы проверяем условия. Что мы делаем? Так. Нет, сначала… У нас же там будет несколько элементов, несколько комбинаций. Нам надо их где-то учитывать. Запускаем цикл for. Например, по переменной g или по i. For i. In range. Здесь мы будем использовать также длину нашего исходного списка s. Что мы делаем? Если длина вырезки, которую мы будем использовать… Вот здесь очень внимательно надо быть. От и того до элемента i плюс k… k будет означать длину. Сначала длина будет равна нулю, потом длина будет равна одному, потом двум и так далее. Итак, если у нас список имеет длину, равную количеству элементов, которые необходимо получить, тогда мы в общий список myList команды append добавляем то, что мы получили в этой вырезке. Итого по i плюс k элементы. Сейчас объясню. Выведем, как всегда, в принте и покажем, что у нас будет работать. Вот смотрите. Мы добавляем вырезку в общий список myList. Вот смотрим. Во-первых, мы будем печатать вот здесь, вот на уровне внутреннего for, то есть на уровне if, внутри for. Print мы будем печатать саму вырезку, которую мы на данный момент имеем с it по i плюс k элемент. А потом будем указывать, что же у нас получается при этом вообще в общем списке myList. У нас будут в параллель они идти. Дальше, например, мы взяли сначала список, состоящий только из пустого списка. Потом докинули туда все возможные списки, состоящие из одного элемента. Дальше нам k надо менять. k меняется внутри внешнего цикла while. То есть k добавится один. Сейчас мы будем отбирать элементы, состоящие из двух, потом из трех элементов исходного списка. Таким образом, k каждый раз внутри цикла while будет меняться. Ну и по итогу общий список myList мы должны отпечатать один раз. Вот сюда. До того, как у нас изменилось значение k… А, ну у нас вот здесь вот есть print. Мы можем каждый раз печатать значение k, чтобы знать, какой длины мы сейчас списки вырезаем. Потом будет указан сам список, который мы вырезали, текущий элемент. А дальше, как изменился основной список. Вставляем print и запускаем код. Так, что у нас не то? Это я где-то со скобками напутала, как всегда. Имя n у нас не определено. Почему я взяла n, непонятно. Это же у нас строка, из которой все вырезается. Вот так. Вот что мы имеем. Смотрите. Пустой список у нас входит на автомате. Мы ввели начальное значение такое. Дальше вырезаем списки длины 1. Сначала вырезаем а, вставляем его, вставляем его в первой строчке. Дальше вырезаем следующий элемент длины 1. Это элемент b. Вставляем его тоже, как элемент внутреннего списка. То есть это все у нас происходит при значении k, равном 1. При k, равном 1, вот этот цикл for у нас делает два прохода цикла. Сначала он вырежет элемент а, потом b. Дальше из основного мы начнем вырезать списки длины 2. То есть вот смотрите, у нас добавится сначала список а, b. И потом у нас что произойдет? Ничего. Мы просто перейдем к выводу основного списка. Так. Давайте попробуем отладить это все на более длинном каком-то списке. Ну, вот, например, так, а, b, v. Я его скопирую. Ставлю вот сюда, как строчку, получаемую на входе. И вот что мы будем получать. Сначала мы вырезаем все элементы длины 1. Это а, b, потом v. Каждый раз докидывая их в основной список. Дальше вырезаем элементы длины 2. А, b, b, v. И получаем исходную копию списка. Дальше. Вырезаем элементы длины 3. То есть вот а, b, v. Получаем опять копию списка уже с добавленными элементами. И в результате… Так. Что у нас выходит в список листов? Угу. У нас не работает. Потому что у нас вот эти элементы, состоящие из 2-3 элементов списка, они у нас никак не вставляются. Что я пропустила? Я пропустила вставку в основной список, наверное, да? Нет. Ну, я ее добавила. Мой листы пент. Так. Сейчас я уберу вот этот вот принт, который мне мешает. И посмотрю, что я имею. Вроде все, что нужно. k присваиваю значение k плюс 1. Почему он мне не докидывает ничего? Очень интересно. А для двух элементов что-то я вот не посмотрела общий вывод. Сейчас посмотрим, что он делает для двух элементов. Он тоже почему-то не докидывает последний элемент. Если длина вырезки из строки равна k, он в список докидывает эту вырезку. Потому что я докидываю всегда вырезки из одного элемента. Вот здесь вот у меня надо добавить и плюс k. И тогда все будет как надо. Если я добавлю вот здесь еще элемент v, то он тоже будет мне добавлять и элементы, состоящие из двух элементов текущего списка и из трех. Вот так из-за одного маленького символа не работает программа. Сейчас она работает как надо. Я считаю, это очень сложная задача. Я с ней тоже повозилась и комментарии все почитала, прежде чем составила к ней решение. Давайте я тоже ее код скину в чат. Вот она зачлась. Сфоткать код, начиная с паскали. Что надо? Начиная с паскали сфоткать? Ну, давайте. Паскали у нас, по-моему, с третьей задачи начинается. В принципе, я могу попробовать делать скрины и кидать их в чат. Да? То есть... Попробую вставиться. Вот один скрин. Скрин, он хорошо виден, я думаю. И сейчас все скрины я так покидаю для оставшихся задач, чтобы можно было, в принципе, с ними поработать, смотреть, как они делаются. Ну, на этом, в принципе, занятие можно заканчивать. Эту работу я сейчас за скринью доделаю. На этом наше занятие на сегодня заканчивается. Мы не успели разобрать задачу ЕГЭ, но зато подробно-подробно разобрали все задачи, связанные с вложенными списками из раздела 4.3. Большое спасибо за занятие Алексу и всем, кто будет нас смотреть. 2-2. Последний скрин скиднуть. 2-2. Сейчас я посмотрю. Хорошо. Сейчас я доделаю сначала эти все скрины. Так, я вставила. 2. Это не одна и та же задача, интересно? Нет. Хорошо. Сейчас я сделаю все. Так. Я скинул сейчас 4. Надо пятую, шестую, седьмую. 3. Не задачу 2-2. Сейчас найду. Скину. Так. Идем и ищем раздел 2-2. Последнюю задачу. Роскомнадзор. Так. Я сейчас ее в виде скрина кину на всякий случай, потому что на самом деле у нас Дискорд поджирает тут пробелы. Так. И в виде кода кину. То есть для сравнения. Все тогда. Это уже сложнее. Код писать в файлик. Я думаю, и так вы скопируете. Все будет нормально. Спасибо вам большое за работу. Еще раз и Алексу, и всем, кто будет нас смотреть. До свидания. До новых встреч. Ждем вас в субботу на занятия по подготовке питона. То есть на занятия по изучению питона. Спасибо вам большое. До свидания.